Всем привет, друзья! А у меня сегодня гречка с грибами. Я добавляю немного растительного масла. Да-да, иногда я немножко добавляю. Сейчас мясных блюхт нет, поэтому я добавляю растительное масло. Ну, буквально, наверное, столовую ложку, может быть, полторы. Добавляю лук. Добавляю морковь. Морковь у меня вот такими кружочками. Она у меня замороженная. Я не буду это все пережаривать. Я просто добавлю немного воды и пусть у меня все это дело тушится. Накрываю крышкой и пусть немножко потушится. Лук с морковкой у меня тушится. Лук с морковкой у меня немного потушились. И я добавляю грибы. Грибов у меня не так много, но ничего, хватит. Солю. Вчера, наконец-то, купили перец. Здесь смесь перцев. Перчу. Добавляю лавровый листик. Ох, какой ароматик пошел от грибов. Сейчас немножко потушится, и я буду добавлять гречку. Промыла гречку и добавляю. Добавляю воды. Накрываю крышкой. Как хорошо закипит, убавляю и пусть томится. А я этим временем готовлю себе хлебцы. Вчера готовила пшеную кашу, кто помнит, с тыквой варила. У меня осталась каша. Я прям оставила ее в кастрюле, потому что знала, что сегодня буду делать хлебцы. Я ее пробила через блендер, добавила перемолотые семя льна. Она у меня уже подсоленная, поэтому я не солила ничего. Вафельница у меня разогрелась, и я сейчас буду печь себе хлебцы. и закрываю. И пусть готовится. А здесь у меня закипела гречка. Снимаю пенку. Все, пенку сняла. Кипит. Накрою крышкой, и пусть она доготавливается. Вот такая кашка у меня получилась. Сейчас садимся кушать. Это каша для мужа. У меня другой будет завтрак. Открыли хреновину. У нас она называется так. Домашний хлебушек. Ну и все. Всем добра. Продолжение следует...